Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Все прелести настоящей зимы. Их сегодня утром ощутили сочинцы. Последствия залпового снегопада ликвидировали весь день. Частным отелям Сочи помогут заполняться в межсезонье. Для этих целей будет создана ассоциация отельеров. В Сочи расторгнуты договоры с 17 арендаторами пляжей. В том числе и на этой территории мэрия объявила конкурс. Вовремя оплатил квитанции, получит 5000 на счет. Водоканал выбрал самых ответственных плательщиков года. Самая обсуждаемая тема сегодня это небывалый для курорта снегопад. Снег в Сочи шел двое суток, а вчера еще и с залповыми выпадами. Все прелести настоящей русской зимы сочинцы ощутили сегодня утром. Заснеженная проезжая часть, перебой с общественным транспортом, местами отсутствия электричества. На борьбу с последствиями стихии вышло сотня горожан и столько же единиц спецтехники. Расскажет Инга Габешая. Тот самый случай, когда мороз и солнце – день чудесный. Но это сегодня. В целом же ситуация для субтропического курорта не характерна и даже стихийная. Для городских служб такое аномальное количество осадков в виде снега было ожидаемо. Гидрометеоцентр предупреждал. Оперативный штаб по ликвидации ЧАЭС, созданный по поручению мэра Анатолия Пахомова, работал всю ночь. Всю ночь расчисткой снега занимались и комплексные дорожные машины. Дождался своего часа и снегоуборочный парк курорта. Эти так называемые грейдеры по улицам колесили без перерыва. Глубина снежного покрова местами достигла 35 сантиметров. Справиться с результатом ночного снегопада оперативно коммунальщикам не удалось. Хоть и работали все в усиленном режиме, зима по-русски для Сочи – редкое природное явление. Правда, подобное в центре курорта уже было, но лет 35 назад. В итоге, чтобы вернуть город к привычной жизни, в каждом районе курорта работали десятки единиц спецтехники, в том числе краевой. За ночь было использовано 250 тонн песка соляной смеси. И это только в Центральном и Хостинском районах, на которые пришелся основной удар стихии. А вручную с последствиями снегопада боролась сотня сотрудников администрации. Хочу сказать, что было сделано все возможное для того, чтобы утром по основным гостевым маршрутам, по основным маршрутам передвижения автобусов, подъездов к поликлиникам, к школам, к детским садам, чтобы были расчищены. И сказать, что мы сделали все, что нужно, невозможно сказать, потому что на самом деле это стихия. Был огромный залповый выброс, мы намерены в течение светового дня расчистить все тротуары и проезжие части. Сегодня сбои в работе были сразу у нескольких служб. Не добрались до ожидающих помощи пациентов порядка двух десятков карет скорой. Практически столько же автобусов сегодня утром не вышли на линию. Добраться до работы с утра и вправду было сложно, но сочинцы к коррективам, которые внесла погода, отнеслись с пониманием. Мы вынуждены были идти полтора километра пешком. И таким образом вместо обычных получаса мы потратили на дорогу два часа. Автобус был, но он идет только до низу, а наверх он не смог подняться. Все хорошо, все нормально, погода нормальная. Мы не ощутили ничего, ни удобства не вытесли. Во-первых, прогулялись по прекрасной погоде и от транспорта не было задето. По расписанию автобусы заработали к обеду. Сбои в работе общественного транспорта есть. Это вынуждено, потому что, к сожалению, при таком обильном выпадении осадков, даже наша спецтехника не может добраться на высокогорные участки. Сегодня в течение дня вся та техника, о которой я говорил, продолжает работать. Имеются в необходимом количестве все запасы песко-соляной смеси. Поэтому мы надеемся до конца этого светового дня расчистить все высокогорные участки, по которым, естественно, труднее всего передвигаться. Мы примем все возможные и доступные для нас средства для того, чтобы город жил комфортно. Также локальные технарушения устраняют сочинские электросети. Часть потребителей запитана по резерву. Завершение работ планируется в течение дня. Во избежание ДТП движение транспорта было ограничено по федеральной трассе. Но все же без аварий не обошлось. Обстановка на дорогах остается сложной. Только за прошедшие сутки зарегистрировано более 80 дорожно-транспортных происшествий. Все они неотчетные. Основная причина аварии – это несоблюдение скоростного режима, несоблюдение дистанции и отсутствие зимней резины. Поэтому в настоящее время госавтоинспекция города работает в усиленном режиме. Мы просим всех жителей и гостей города воздержаться от поездок на личном автотранспорте и воспользоваться общественным. Кроме этого, необходимо быть особенно внимательных на горных склонах дорог и в горной местности. Что же касается настроения горожан, то стихия его не испортила. Как обычно, снегу в Сочи всегда рады. У меня хорошая машина с полным приводом. Я спокойно выехала и спокойно доехала до работы. Все отлично. Действительно стихийная погода. Немножко повлияло. Задержались на работу сегодня. Пешком пытаемся прорваться. Хорошо, что есть друзья, которые могут подхватить. На стадионе вот такая глубина. Вот. Поле 40 сантиметров снега. Я не тренировался. А дороги как? Ну, мне дороги не волнуются. А тренироваться не смог. Прямо мы так катались, что как чуть сугроб мы с папой не улетели. Мы, в принципе, сейчас пока еще не школьники, поэтому мы дома рады очень сильно. Дети в восторге вообще. Заполонил снег и его последствия, и весь интернет. Здесь и машины, скользящие по дорогам, соответственные столкновения. Делили сочинцы в соцсетях и веселыми кадрами. Здесь, что называется, кто во что гораст. Кому-то захотелось искупаться в море во время снегопада. Другие раздеться решили прямо на трассе, но на сноуборде. А вот некоторые сочинцы воспользовались лыжами, но уже по назначению. Добирались на них домой. Ну, а снегоходы накануне тоже пошли в ход. В итоге стихия оказалась однодневной. Уже завтра погода резко пойдет в плюс. Инга Габешия, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. Вениамин Кондратьев проверил, как исполняют его поручения в Обширонском районе. Там сегодня проходит рабочий день главы региона. В первую очередь губернатор края посетил воздухоопорный спортивный комплекс. Создать его должны были еще в конце прошлого года. Однако объект до сих пор остается заброшенным. Он упал уже раз и навсегда. Коллеги, знаете, у нас просто дело в том, что чиновники не падают, а все остальное падает. Десять лет мы его строим. И каждый раз пираем очки. По поручению, когда это было, чтобы запустили этот клуб? По поручению в прошлом году. Ну, а почему не сделали? Дмитрий Иванович, за счет средств инвесторов нас подвели два инвестора. Так быть не может. Те люди, которые здесь живут, они надеялись, что в 2007 году, по крайней мере через два года, дети, которым было в тот период, ну, лет, может, по 10, еще успеют сходить в этот воздухоопорник. А сегодня им уже 20 лет, как минимум. И никуда они не сходить не успели. Это называется жизнью. Не совсем хорошей. В данном случае в Обширонске. И глава, вы все вместе, то есть вы за эту жизнь отвечаете. Ну, коллеги, ну, не можете отвечать, не получается. Я понимаю, что хорошо получается на кого-то переваливать. И объяснять, почему не получилось. Но от этого тем, кто хотел, но не пришел, которым сегодня по 20 лет, уже, знаете, как бы ни холодно, ни жарко. Нерешенные вопросы и по берегоукрепительным работам реки Пшиха. О проблемах района разговор продолжился и на традиционной встрече с местными жителями. 20 метров в высоту планируют строить здания в самом центре Краснодара. О том, какими должны быть новые дома в историческом центре, шла речь на заседании Городостроительного совета. Провел его глава региона Вениамин Кондратьев. За одним столом собрались руководители профильных министерств и департаментов, архитекторы, историки, эксперты. Об итогах встречи расскажут наши краснодарские коллеги. План застройки Краснодара до сих пор вызывает много споров. Каким должен быть центр краевой столицы и насколько высокими должны быть здания. Эти вопросы уж точно не волновали архитекторов 18 века. У первых схематичных карт Екатеринодара эксперты и историки ведут бурные обсуждения. Внешний облик города за два столетия, конечно, менялся, но основные принципы всегда старались сохранить. Целостный облик архитектурный сложился в предреволюционное время. То есть 15, 16, 17 годы уже он сформировался. А потом в советское время он изменялся, но незначительно, потому что планировочная основа у нас до сих пор конца 18 века. Конечно, война нанесла серьезный урон, но на тот момент архитекторы выдерживали в принципе масштаб исторический, который сложился в начале 20 столетия. По стечению обстоятельств заседания городсовета собирают в знаковый для архитектуры Краснодара день. 222 года назад, 30 января, утвердили самый первый план застройки кубанской столицы. И сегодняшний разговор именно об историческом центре города. Какие здания там должны быть, конфликт интересов строительного бизнеса и горожан. Построить элитную высотку в самом сердце Краснодара, конечно, выгодно, замечает Вениамин Кондратьев. Но куда ценнее будет сохранить исторический облик. Мы должны прийти к пониманию, где у нас граница исторического центра. И никаких точечных застроек, коллеги, здесь близко быть не может. Только комплексное должно быть освоение. Если один выкупил 15-20, так второй, третий, вот тогда пусть объединяются, договариваются и застраивают комплексно. Моя позиция – однозначно точечная застройка в прошлом. Исторический центр уж точно давайте затвердим, утвердим и поставим точку во всей вахханалии, строительной, которая была в историческом центре города Краснодара. Все, поставим точку и забудем. И в этом случае это не только красивые фасады старых улиц. Стоит свернуть вглубь кварталов и там настоящий Шанхай. Так эти места окрестили сами краснодарцы. Весь старый центр, да, он у нас находится с ветхим аварийным жильем. То есть, если мы поднимемся на верхнюю точку любую и обратим сверху внимание на город, то мы увидим, что все строения достаточно в таком плачевном находится состоянии. Конечно, при комплексном подходе, при комплексном освоении центральной части города, безусловно, там необходимо будет работать нам и с инвесторами. Один из важных вопросов – насколько высокими могут быть новостройки в этой части города. Ее предлагается разделить на несколько зон. Желтое с минимальным количеством памятников ограничено Кубанской набережной, вокзалом Краснодар-1 и первой линией поймы реки Кубань. Новое строительство там возможно высотой до 55 метров. Оранжевым обозначен участок, где здания могут вырастить только до 35 метров. Район улицы Рашпилевской и Красноармейской. Эта зона как бы обрамляет историческое ядро города. И в основе проекта – красная зона. Там максимальное количество объектов культурного наследия. По улице Красной, начиная от улицы Офицерской, кинотеатра «Аврора», до улицы Короткой, начало так называемой нашей улицы Красной. Один квартал вправо, один квартал влево. Мы строго принимаем ограничения 20 метров. Это лишь примерный план того, как может выглядеть центр города. Его границы еще будут обсуждаться. Детально прорабатываться должен не просто весь квартал целиком, но и в отдельности каждое здание. В том числе и из каких материалов оно будет построено. Ведь именно от сегодняшних решений зависит, каким Краснодар достанется следующим поколениям, напоминает Вениамин Кондратьев. Все должны жить по правилам, которые мы твердим. Одинаковые для всех. Ни для кого не должно быть исключений. Ни для кого. Я имею в виду, что из представителей строительного бизнеса. Мы очень хотим, чтобы они тоже прислушались к горожанам. Там, где люди живут, зарабатывать не нужно. Окончательное решение будут принимать с учетом мнения горожан. Впрочем, и оно уже тоже очевидно. Я не знаю, каким он должен быть, а мое мнение такое небоскропы ни к чему. Мне надо делать архитектуру современную, стилизации старой. Чтобы это было корректно и уместно в данном месте. Центр Краснодара должен быть историческим, красивым. Чтобы люди гуляли и наслаждались видом. Когда выше, ниже эклектика, она никогда не украшает архитектуру города. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Ну а в Сочи расторгнуты договоры с 17 арендаторами пляжных территорий. Все они по результатам не только летнего сезона не выполнили требования по благоустройству береговой полосы. В том числе на эти территории городская мэрия объявила конкурс. Сегодня в администрации города состоялась презентация пляжей для потенциальных арендаторов. Всего было представлено порядка 15 территорий. Расположены они во всех районах курорта. И все перспективны для ведения бизнеса. В их числе, например, полюбившийся сочинцам пляж «Красный штурм». Он тоже ищет грамотного инвестора. С сегодняшнего дня и в ближайший месяц мэрия ждет заявки от потенциальных арендаторов. Итоги подведут 2 марта. Победителями конкурса станут те предприниматели, которые предложили наилучшие условия благоустройства пляжа и готовы выполнить необходимые требования. Это установка качественного пляжного оборудования, организация доступности для инвалидов, наличие бесплатных туалетов, выполнение требований безопасности, видеонаблюдение, охрана, тревожная кнопка, спасатели и медики. И, что важно, качество предоставляемых услуг. В администрации напомнили, что уже с 17 арендаторами город расторгнул договор за невыполнение его условий. Многие думают, что лето они проработали, какие-то деньги заработали, а потом считают, что нам больше ничего не надо. С такими людьми мы прощаемся. Потому что у нас круглогодичный курорт, все даже вот сегодня много снега выпало, но много людей очень ходят по набережной, на пляже. Все видят, какая у нас замечательная природа. Поэтому мы всегда должны быть на чеку, всегда должны внимательно относиться к нашим пляжным территориям. Договоры будут заключаться от года до пяти лет, в зависимости от вложений и качества предоставляемых услуг. Всего же в Сочи 160 пляжей, включая санаторные. На 15 из 88 муниципальных в конце мая начнется отсыпка. Частным отелям в Сочи помогут заполняться в межсезонье. Для этих целей на курорте будет создана ассоциация отельеров, которая займется объединением и развитием разных форм средств размещения. О необходимости такой организации говорили сегодня на встрече руководители некоммерческого объединения малых отелей Сочи и представители мэрии курорта. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Как привлечь туристов в межсезонье? Главный вопрос сочинских отельеров. Многие малые объекты размещения вне курортного сезона простаивают. Не получая дохода, бизнесмены не могут платить налоги. Следовательно, и городская казна недополучает необходимых средств. Решить проблемы с турпотоком и помочь в развитии частных отелей, гостевых домов поможет ассоциация, уверены в мэрии. Ассоциация, она несомненно нужна. Для чего она нужна? Ну, в первую очередь, для увеличения потока туристов в город Сочи. Также ассоциация и малые средства размещения. Туроператоры, им необходимо объединяться, чтобы сплоченно работать для увеличения и потока туристов, и также и для администрации города Сочи. Это необходимость будет, и налоги будут вовремя платить, ну и бюджет города Сочи будет пополнять. Профессионалы этой отрасли не только подскажут, как привлечь и заинтересовать клиентов, но и будут контролировать выполнение всех правил гостеприимства, в частности, присвоение так необходимых в нашем крае звездочек. Пока в России классификация гостиниц добровольная, но в Сочи она обязательна еще с 2011 года. Тем не менее, на сегодняшний день ее прошли 1740 средств размещения, половина из всех существующих на курорте. В тени осталось много частников. Эксперт в области классификации Гаенен Убарян уверена, ассоциация даст возможность почаще встречаться и обсуждать все вопросы с руководителями мини-отелей, а не только со службой размещения. Малый отельный бизнес, к сожалению, не всегда имеет представление о том, какой базовый минимум услуг обязателен в частном секторе города Сочи. А это существенная составляющая города Сочи, лучшей индустрии размещения в городе Сочи. То есть порядка 1600 отелей. Многие боятся, что выход, вот скажем так, получения свидетельства влечет за собой массу требований, которым надо соответствовать. Вопрос загрузки для участников не проблемный. У них есть свой постоянный гость, но это летом. Для круглогодичной работы необходимо получение звезд. Тем более федеральный закон сделать это обязывает. И, как утверждают эксперты, не все так сложно, как кажется. Сейчас цены на классификацию доступны, требования минимальны и вполне выполнимы. Разъяснением этих правил, проведением внутреннего контроля качества обслуживания и предоставлением помощи по работе с туристами и будет заниматься ассоциация, чтобы частный сектор постепенно стал соответствовать международным стандартам и мог сотрудничать с крупными туроператорами. Также по поручению главы города началась работа по формированию колл-центров. Там можно будет получить всю информацию о деятельности того или иного объекта размещения. При эстре будут значиться только проверенные ассоциации отелей и гостиницы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Оплатил вовремя, получи приз. Накануне чествовали ответственных абонентов Сочи-Водоканала. Ресурсоснабжающее предприятие уже четвертый год проводит конкурс «Лучший плательщик года». Десять абонентов, вовремя оплачивающих счета, получают почти год бесплатного пользования водой. Сочи-Водоканал обслуживает более 140 тысяч абонентов. Значительная часть из них оплачивает услуги по водоснабжению и водоотведению в полном объеме и в установленные законным сроки до 10 числа следующего месяца. Вовремя полученная плата позволяет своевременно и качественно эксплуатировать централизованную систему водоснабжения и водоотведения. Для поощрения добросовестных абонентов в Сочинском водоканале проводится конкурс «Лучший плательщик года». А вот кому повезет получить приятный бонус, решает компьютерная программа. Программа выбирает только тех, кто своевременно производит оплату до 10 числа каждый месяц. Это случайная совершенно выборка, в нее могут попасть все жители города Сочи. А дальше уже, опять же, случайная выборка из вот этих 10 тысяч абонентов-счастливчиков выбирается еще 10, которые уже получают денежные призы. На лицевой расчетный счет таких счастливчиков зачисляется по 5 тысяч рублей. Этой суммы хватит, чтобы целый год пользоваться водой бесплатно. В число добросовестных плательщиков в этом году попала и Алифтина Гарус. Это очень хорошая подмога для семьи, особенно когда имеется инвалид. Поэтому благодарны водоканалу за такую инициативу. На предприятии отмечают добросовестных абонентов с каждым годом становится все больше, а значит и Сочи водоканал может предоставлять гарантированную эффективную работу и своевременно решать задачи по улучшению качества водоснабжения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Евгений Плющенко стал официальным послом Сочи как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018. Соответствующее предложение он получил от администрации курорта и о своем положительном решении Плющенко сообщил в социальной сети Инстаграм. Чемпионат пройдет в 11 городах нашей страны. Для меня огромная честь стать послом одного из них – города Сочи, отметил фигурист. Выражаю искреннюю благодарность мэру города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову за предложение. Город Сочи теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. «Три года назад прошла зимняя Олимпиада, в которой я имел честь выступать. А теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события. И я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории», – написал Плющенко. Евгений Плющенко стал третьим официальным послом города Сочи. Ранее это звание было присвоено сыну прославленного советского футболиста Славы Митривели, сочинцу Сергею Митривели. Также послом стала знаменитая российская теннисистка, чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Елена объяснена. Мастер-класс по беговым лыжам. Бесплатный открытый урок для школьников провели накануне в горно-туристическом центре «Газпром». В мастер-классе приняли участие ученики 6 класса 18-й сочинской школы. Для многих это было первое знакомство с беговыми лыжами, поэтому школьники с большим интересом и любопытством учились кататься. Открытый урок для них провели профессиональные инструкторы, которые объяснили начинающим лыжникам правила техники катания. Дети от такого урока в горах остались в восторге. Я более-менее научился быстрее кататься, спускаться с горки научился. А так я узнал много всего нового о нашей зимней погоде. Это очень прекрасно. Мне очень понравилось. Я не думала, что это будет так захватывающе. Я напомню, что это уже второй такой подобный урок по беговым лыжам. Первый прошел 28 декабря. Впереди запланировано еще несколько мастер-классов для школьников в феврале и марте. Это совместный социальный проект городской мэрии и горнолыжного курорта. Поднимаются в гору и учатся кататься на лыжах дети абсолютно бесплатно. Такие уроки, во-первых, дарят новые впечатления школьникам, во-вторых, они способствуют развитию зимних видов спорта на курорте, считают авторы проекта. В Сочи подвели итоги научно-практической конференции «Первые шаги в науку». В конференции приняли участие более 380 детей и подростков от 6 до 18 лет из 56 образовательных организаций города. Работа детей оценивала компетентное жюри, в состав которого вошли ученые сочинских вузов, нацпарка, НИИ цветоводства и субтропических культур, природного орнитологического парка, лучшие педагоги школы и центров дополнительного образования. По итогам работы 24 секции лучшие 52 школьника получили диплом первостепени и были награждены традиционными кубками. 154 школьника стали призерами. По традиции лучшие образовательные организации также были награждены научными кубками Сочи. В этом году это Центр творческого развития и гуманитарного образования, ЦДУ Хоста и гимназия номер один. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.